Здравствуйте! Год 2018 совсем скоро станет историей. Каким он был? Какие изменения привнес в нашу жизнь? Сегодня мы взглянем на год уходящий глазами участников различных проектов благотворительного фонда «Дорога к дому». Пять жизненных историй в нашей программе. Я из Азербайджана приехала. Брат мне сказал, что приезжай. Мне там трудно было, честное слово. Четверо детей, все маленькие были. Мы уже три года здесь живем. Спасибо к «Дорогу к дому», они нас обо всем помогали. Во-первых, соседка сказала, что вот такая, как вам сказать, «Дорогу к дому обращайся, давай позвоним». А я сказала, тогда мне вообще трудность была, все. Мы звонили, они нас пригласили сюда, мы в субботу здесь были. Они обо всем нам помогали, вот лагерем с детьми, театр, все. Даже иногда коляской, все здесь даже давали. Вот маленький был он тогда, самки все. Они обо всем с детьми тоже в школе помогали тоже. Здесь ведь занятия у них, в школе-то тоже. Они вообще, дети все время спрашивают, что «Мама, пойдем туда». Я говорю, так каждый день туда-то нельзя. Они говорят, что «Нет, мама, а что-то они нас не звонят». Я говорю, вот, каждую пятницу они нас звонят, в субботу, ведь здесь занятия бывают. Говорят, да, да, да. Еще год назад проблем в этой семье было столько, что, казалось, разрешить их нет никакой возможности. Но специалисты проекта «Вектор» пришли на помощь. Это семья, молодая семья достаточно, молодые родители, но у них уже было четверо детей на тот момент. И отец не работал, мама не работала, вот, и дети не посещали детский сад и школу. Вот, и когда они к нам пришли, они выглядели очень так зажато, очень испуганно, очень так, ну, какие-то, ну, совсем другими, какими нам сейчас кажутся, и какими мы их сейчас видим. Дети не умели разговаривать, не умели общаться. Они, вот, общались мы с помощью рисунка, с помощью вот каких-то жестов, потому что незнание русского языка, как у мамы, как у папы, соответственно, и дома они общаются на своем языке. И поэтому понимание было вот только через игрушки, через рисунки, через какую-то такую проективную деятельность. Но потихонечку, потому что ребята у нас, они смышленые, они потихонечку стали овладевать русским языком, стали вот понимать, вливаться. Год назад в наш город из Азербайджана приехала и семья Рубабы. Незнакомая страна, незнание языка, проблемы с документами. Ребята, когда стали посещать школу, у них появилось очень много проблем. Это одиночество, это отсутствие друзей, это непонимание, что говорят им учителя, потому что недостаточно владения русским языком. То есть проблем было много, и они росли как снежный ком. Маленькая девочка не посещала детский сад, и она оставалась дома одна. То есть ситуация была очень, можно сказать, даже катастрофическая. Когда они к нам поступили, мы в первую очередь стали заниматься с детьми. У них появились друзья, они стали посещать наш семейный клуб, мы такие разные. И в первую очередь, конечно же, занятия психолога, где были отработаны все эмоциональные проблемы, с которыми столкнулись ребята. За этот год в семье произошло много изменений. Дети ходят в школу, начали общаться со сверстниками. Где-то вот все уложено, все хорошо. Как сказать, концерт они уходят, как-то клуб куда-то. Вот. И дочка, ну, по-русски хорошо начала разговаривать, но с детьми здесь общался, общались они. Так. Их ходят сейчас в школу, но они уже общаются, вот когда вот здесь-то вот дома-то вот, когда была-то вот, не такое было вот. Ну, как-то дети как-то с детьми общаться. Но пришли сюда они уже, здесь вот лучше стали. И еще одно радостное событие. Дочка стала победительницей конкурса «Мисс Дюймовочка-2018». Конкурс вот и здесь готовили они, вот Милейка какую-то роль играла какую-то, именно Милейка сначала. А потом насчет вот этой стишки, вот, у Лены вот, спасибо за Уляну, чтобы помогла нас она. И потом мы туда пошли, к ДБКС, там два-три дня. Три-пятые вали там, остальные тоже там семейные. Так, занимали первое место, даже неожиданно было. Первое место, это для меня вот спасибо огромное, вот то, что вот здесь, здесь вот заведушь, вот это наш куратор Ульяна, чтобы, если они не были бы, если здесь мы не пришли бы, наверное, первое место не занимали. У Галины языковых проблем нет, но та ситуация, с которой столкнулась семья без помощи специалистов Вектора, вряд ли смогла разрешиться. Позвоночные диски повредила. Мне нужно было на полтора месяца лечь в больницу, плюс восстановление, все, вот это вышло полтора месяца. Детей было некуда, естественно, муж, он же не женщина, чтобы ребенка маленького, и памперс нужно перейдить или подмыть, а еще тем более накормить обоих. А одну нужно в садик отвезти, сам работает. Я обратилась в Вектор и спросила мне помощь. Одну устроили в дом ребенка, вторую в Росток, и они там месяц спокойно отдыхали. Ни в чем не жаль, мой муж ходил их каждую неделю, навещал продукты там, что-то, подарки им приносил. Потом я, когда восстановилась, смогла забрать, я их забрала детей. Подарили нам двухъярусную кровать для детей. Иногда помогают материальной помощью, где-то продуктами, где-то ходим на занятия с детьми обойными. Одну по средам водим, вторую по субботам занимаются с ними. Также сама здесь тоже где-то что-то ходишь, занимаешься. А это семьи из проекта «Новый путь», который также реализуется на базе благотворительного фонда «Дорога к дому». Для них тоже год начался совсем не радостно. Муж Алены потерял работу, а в семье 8 детей. Как жить, чем накормить деток? К сожалению, все еще усугубилась близня. И Алена у нас лечилась и поправлялась. И здесь уже вся тяжесть легла на плечи мужа. И понятно, что ситуация была очень непростая, и им нужно было в этой ситуации сконцентрироваться. Но не всегда же человек может выдержать это, да? Бывает же, что очень тяжело ему без поддержки. И как раз вот в этот момент мы их подхватили. Больше мы обращались за психологической помощью. Больше, в большинстве. Потому что мне было очень тяжело на тот момент. У меня 8 детей, они все маленькие, всех нужно было кормить, одевать. То есть очень было тяжело. И когда муж лишился работы, очень было тяжело. И вот попавши в проекты, у нас все наладилось. Нам куратор помогал и воссоединить семью, и с детьми занимались мы все вместе. И, в общем, работы разного характера были. То есть мы учились, допустим, вот выбирали какой-то день, и мы учились организовать этот день. То есть мы играли, мы шутили, мы гуляли, мы много чем занимались. Мы занимались с детьми всяким творчеством, ходили на концерты с детьми. То есть все во благо того, чтобы семью сохранить. Я начала намного лояльнее относиться ко всему. То есть к деткам я начала относиться более ответственно, понимая то, что им нужно расти, им нужно развиваться, им нужно обучаться. То есть намного это уже... многому меня научил этот проект. Татьяна и ее семья тоже оказались в трудножизненной ситуации. В проект обратились всего месяц назад по совету подруги. У нас многодетная семья, естественно, всякое бывает в жизни. Ну, потребовалась, можно сказать, эмоциональная какая-то поддержка, психологическая поддержка. И вот от знакомых узнала, что есть вот проект «Дорога к дому», где, в принципе, могут мне оказать такую помощь. И вот так вот получилось. А мы-то всегда видим ресурс в семье. Главное, чтобы семья свои ресурсы увидела. Потому что за такими вот какими-то бытовыми трудностями часто семья не замечает эти ресурсы и не пользуется ими. И вот наша-то задача как раз показать, что какие сильные стороны есть у них, и чтобы они начали этими сильными сторонами пользоваться. И чтобы не осознавали, что я здесь могу и вот здесь могу. А вот здесь мне нужна чья-то помощь. И где эту помощь я могу взять? Вот приходят, с нами общаются, вот, пожалуйста, подделки всякие, там, занимаемся с детьми, также со мной. То есть общение. Ну, пока вот, не знаю, что такого особого, ничего не было, не происходило. Вот в себе какие-то изменения уже почувствовали? Ну, конечно, мне легче. Ну, пообщалась я по телефону, допустим, также. Обсудили какие-то там, я не знаю, вопросы там у меня, если там есть, обсуждаем, то есть пообщаемся. Естественно, нормализуется настроение, у меня и работа лучше, и вообще и домой я прихожу с другим совершенно настроением. То есть как бы и дома лучше. Это всего лишь пять историй. Истории жизни. И сейчас, наверное, сложно представить, что могло бы произойти с этими семьями, не придя к ним на помощь вовремя специалисты благотворительного фонда «Дорога к дому». Я думаю, что теперь у них все будет хорошо. Я с вами прощаюсь, а на прощание очень хочется пожелать. Всем добра, мира и благополучия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова